Продолжаем рассмотрение темы принципа проектирования системы отопления. Этапы проектирования. Процесс создания проекта отопления включает в себя ряд этапов. Первое – разработку эскизного проекта. Второе – разработку технико-экономического обоснования, создание отопительной системы, состоящего из технического задания и коммерческого предложения. Третье – разработку монтажных схем. И четвертое – разработку проектной документации на систему отопления, то есть проекта системы отопления. Эскизный проект. Эскизный проект системы отопления предназначен для определения требований относительно решений объекта и подтверждения возможностей его создания. Эскизный проект выполняется составлением экспликации основного оборудования, марки оборудования и производителя, что позволяет выбрать оптимальный и менее затратный способ решения поставленной задачи на самом раннем этапе. Техническое задание и коммерческое предложение. На втором этапе, на основании утвержденного эскизного проекта и предварительных расчетов, разрабатывается документ, содержащий текстовое описание создаваемой отопительной системы, техническое задание и возможные инвестиционные затраты на ее создание. Коммерческое предложение. Расчеты и разработка схем прокладки инженерных коммуникаций. Третий этап проектирования – это проведение расчетов и разработка схем прокладки инженерных коммуникаций. После согласования с заказчиком этого типа проектирования возможно проведение монтажных работ по системе отопления с привлечением монтажных бригад. Четвертый этап – это выполнение работ по составлению полных спецификаций на отопительное оборудование и материалы, а также оформление проектной документации в виде соответствующим установленным нормам и правилам. Выполнение работ по всем четырем этапам позволяет создать полный пакет проектной документации, который называется проектом отопления. Предлагаемые проекты отопительных систем позволяют качественно выполнить все дальнейшие монтажные работы по установке оборудования. Схема отопления частного дома Будет рассматриваться только водяное отопление с использованием котлов и труб. Во-первых, эта система считается самой простой и надежной. Во-вторых, можно подобрать такую схему и соорудить такую систему, что ее работа будет эффективной, и практическая сторона дела будет соблюдена. Принцип работы такой отопительной системы заключается в следующем. Теплоноситель в отопительном котле нагревается и по трубопроводу поступает в приборы отопления. Радиаторы. Здесь он отдает тепло и возвращается по обратному контуру котлу, и весь процесс повторяется заново. Получается, что водяное отопление – это своеобразный цикличный технологический процесс. Рассмотрим подробнее пример проекта системы отопления с подключением радиаторов по двухтрубной схеме. В котельной находится котел – красный прямоугольник. Причем сразу стоит оговориться, что если котел настенный, то устанавливать его в котельной не обязательно. Устанавливать его допускается и в кухне, и в прихожей. Но при проектировании нужно помнить о вытяжной трубе. Радиаторы, как и положено под окнами, на схеме радиаторы фиолетовым цветом. Чтобы не тянуть трубу по периметру всего дома, трубопровод спроектирован двумя петлями. Подающая труба отмечена красным, обратка – синим. Черные точки на подаче и на обратке – это запорная арматура. Радиаторные краны. Запорную арматуру нужно ставить обязательно, на случай, если радиатор по какой-либо причине выйдет из строя. И его нужно будет отсоединить от системы для замены или ремонта, без остановки всей системы. Кроме запорных вентилей на каждом радиаторе, такие же вентили стоят на подаче для каждого крыла, сразу после котла. Как видно по схеме, длина петель системы не одинакова. Крыло, идущее от котла вверх, если смотреть по схеме, короче того, которое идет вниз. А значит, сопротивление более короткого трубопровода будет меньше. Поэтому теплоноситель может больше идти по более короткому крылу, тогда более длинное крыло будет холоднее. За счет кранов, потающей трубы, мы сможем отрегулировать равномерность подачи теплоносителя. Такие же краны ставятся и на обратке обеих петель перед котлом. Также рассмотрим пример проекта системы отопления с подключением радиаторов по однотрубной схеме. В принципе, требования здесь те же самые. Единственное отличие – труба идет по всему периметру дома, а не отдельными контурами, как в примере с двухтрубной системой. Кроме того, нужно помнить, что при однотрубной системе под радиаторами должна ставиться труба меньшего диаметра. На схеме такие участки под радиаторами отмечены точками. Это нужно для равномерного нагрева радиаторов. И проект системы отопления с подключением радиаторов по коллекторной схеме. Изображена коллекторная схема обвязки. Зеленые прямоугольники – это коллекторные шкафы, которым идет общая подающая труба от котла. Преимуществом данной схемы является то, что можно регулировать по температуре каждый радиатор отдельно. Минус такой системы в том, что ее хорошо монтировать, как дом новый, еще строящийся, в котором еще нет полов. Вторая проблема – найти подходящее место для размещения коллекторных шкафов.